Каждое четвёртое пирожное в России, оно выпускается с использованием ингредиентов, которые выпускает массажировой бизнес «Русагра». «Чудесница», «Мечта хозяйки», «Я люблю готовить», «Саратовский провансаль». Названия брендов, известных по всей России, не раз всплывают во время презентации продукции, которая изготавливается на предприятиях «Русагра». Какие-то из них нам знакомы, а вот другие на полках балаковских магазинов мы не встречаем. Даже подсолнечное масло, которое делают на заводе в Балакове, уезжает в ЦСРных за границу и на другие предприятия группы для розлива. Во время экскурсии на завод журналистам рассказали, как производится то самое масло, с которым мы практически не знакомы. «Всё это мы делаем из семечки, которые находятся в автомобиле. Машина сейчас в данный момент находится в ожидании разгрузки. Мы уже определились, какими качественными характеристиками пришло сырьё, и они ожидают в своей очереди разгрузки». Исследование сырья по ГОСТу занимает целые сутки, поэтому такую методику тут практически не используют. Её заменили на быстрый мониторинг, который длится всего 10 минут и позволяет определить основные характеристики семечки. Затем она поступает на сушилку. «Она разделена на три части. В верхнюю часть засыпается семечка, предварительный нагрев, где-то порядка до 35 градусов нагревает семечка. Дальше следующий этап, она дальше просыпается, семечка, то есть затворами автоматически открывается. В среднюю часть там температура больше, то есть где-то порядка 40 градусов. И дальше затвором уже нижнюю часть высыпается семечка, там происходит охлаждение». После подготовки сырья приступают к производству. Семечку отправляют под пресс, выдавливают из неё масло. Но после этого в жмыхе остаётся 16% продукта. Для того, чтобы полностью забрать масло, используют химические реакции. За счёт соединения бензина с этим жмыхом, то есть это проходит большой конвейер, сверху стекает мицилла. Но мицилла это что такое? Это масло уже смешанное с нефрасом. То есть это в принципе лёгкая фракция самого бензина. То есть она смешивается, через неё она проливается, остатки масла из жмыха убираются. И уже жмых, уже без практически масличности, он уже упадает в отстойник. Дальше его отправляют на жаровню. А вот куда идёт этот жмых дальше, балаковцы знают не понаслышке. Множество возгораний лузги в полях по всему району указывают места складирования. Правда, новое руководство завода уверяет, что всё это в прошлом. Мол, сейчас даже подсолнечная шелуха идёт в дело. Практически не используем газ природный, мы сжигаем её полностью в топке. Для того, чтобы пар для производства, производить собственную пар, и соответственно мы часть этой лузги сжигаем. Следующее, то есть у нас заключено несколько договоров с перевозчиками, что они эту лузгу у нас забирают и отдают фермерское хозяйство для того, чтобы на поля, чтобы как удавление идёт. То есть такого вопроса, как ранее, например, складировалось на территории прудового хозяйства и тоже происходило возгорание, задымление деревень, сейчас этого не будет? Такого не будет, а тем более следующий, как я сказал, после реконструкции у нас вообще проблемы, это будет исключено. Каждое производство – это определённый ущерб экологии. И большинство предприятий в Балакове возмещают этот ущерб, проводя различные акции. Но на маслозаводе это направление как-то обходит стороной. Например, зарыбление, выставка деревьев, что-то такие, какие-то акции проводите? Ну, о таких акциях я не слышала. Да и лямку социальной нагрузки здесь тянут слабовато по сравнению с другими предприятиями, которые выделяют десятки и сотни миллионов рублей на благоустройство города и сёл Балаковского района, на ремонт дорог, тротуаров, парков. В посёлке Затонский мы установили детскую площадку. В гимназии номер один мы оказали благотворительную помощь на приобретение оборудования для успешной подготовки детей к сдаче государственной аттестации. Ну, немного, скажем так, да? Ну, в разных объёмах. Жители посёлка Затонский, села Натальино и новых микрорайонов постоянно ощущают запах жареных семечек. Значит, предприятие стабильно работает. Но хочется, чтобы завод дарил не только аромат, но и участвовал в социальной жизни той территории, на которой он находится.